такие вот прикольные и необычные дутлики сегодня мы будем рисовать только фломастерами даже не будем рисовать карандашом только черной ручкой чтобы сразу все чтобы тренировать линии начнем из вот этих листиков я рисовала на отдельные бумажечки а вы же можете рисовать сразу на листе и в 1 чтобы так было веселее так я возьму листик начнем мы с листиков это будет как разминка нашу ручку черную начнем с первого листика правого листика конечно же есть палочка на которой держится все и сейчас мы нарисуем сам листик это вот такая вот форма говорить я увеличу так листик и в этом листике мы делаем имя то есть вот листики мы рисуем линии с одной стороны и также с другой сейчас нарисуем второй листик тоже рисуем у него палочку он уже будет чуть-чуть другой формы такая форма как капелька и в этой капельке я уже сделала другой узор то есть такой узор я делаю так чтобы у меня вот эти линии совпадали сейчас рисуем еще маленький-маленький листик у нас тонкий и длинный такой лин вот такой вот листик и тут только с одной стороны у меня будет дальше нарисуем еще один обычный листик и вот такая вот форма она очень необычная и вот этой форме я делаю вот так вот две полоски из-за этих полосок так вот то есть вот так как-то разный с самого начала с самого начала конечно мы сразу при этом каким-то рисуем да где просто начала карандашом нет мы рисуем сразу с черной ручкой сейчас повторю быстрее сначала и дальше нарисуем еще один тоже очень необычный листик как у всех рисуем палочку нашему листику и вот такую вот форму она тоже идет вверх но она очень такая волнистая можно так сказать и от этой палочки мы уже делаем вот так листики полосочки это у нас тоже ствол можно сказать листика и я не довожу до конца сейчас делаем тоже очень-очень даже самый необычный листочек который у нас есть рисуем вот такую форму и вот такие вот линии сначала мы рисуем линии и потом отсюда начинаю вот так вот их линии обводить у нас получается как треугольники такие на треугольники в тех так как то треугольный листик так дальше нарисуем листик он тоже чем-то похож на капельку рисуем такой ствол можно так сказать и вот такую капельку только она уже такая скругленная и от этой капельки у нас идут вот такие вот полоски дальше нарисуем следующий листик он самый обычный листик это тоже такая же форма и просто вот такие полоски это как самый обычный листик так как самый обычный листик можете пожалуйста рисовать помедленнее потому что я не успеваю конечно спасибо так дальше нарисуем листик это вот такая форма тоже вытянутая и вот так вот это делаем то есть как то дальше сделаем очень такой последний листик он такой большой такой листик такой листик и здесь мы рисуем так вот три линии даже четыре можно и от этих линиях мы просто в отличном порядке вот как бы доделываем то есть вот как то так доделываем еще веточки прожилки то есть очень такой узорный листик у нас получается похож на вяз есть такое дерево вяз похоже на его листик да да такую разминку небольшую мы сделали и сейчас приступим к следующим дудликам дудликам птичкам я рисовала на листе опять это половинка листа а4 но вы можете рисовать сразу на листе а4 либо можете разрезать пополам листик а5 так здесь я рисовала на штуке например а можно показать свою закладочку что что можно закладочку показать конечно вот такие ты очень такая прикольная а у меня вот так получалось ух ты у всех прекрасная вот так смотри смотри у тебя поднята ручка ты что-то хочешь спросить все хорошо сейчас мы нарисуем птичек они мы тоже будем рисовать сразу их черной ручкой потому что это обычные формы которые так сложно рисовать начнем с самой крупненькой птички рисуем круг у нас само туловище птички и птички у каждых птичек есть клювик и мы вот так вот дорисуем клювик нарисуем ей ножки дальше нарисуем ей красивый хвостик таких как два хвостика дальше нарисуем ей глазик и ручку крылышко самая первая птичка сейчас мне глазик другой придумаю я придумала вот такой глазик сейчас вот очень прикольный глазик с ручком дальше нарисуем первую птичку она тоже у нас с кругом но у нее уже есть туловище круг у нее поменьше и такое туловище такое туловище дальше две ножки похожее на фасоль да а мы раскрасывать будем? нет сегодня мы будем я буду рисовать только черно-белое но если вы захотите вы можете раскрасить и вот так вот на птичке делаю ей небольшой узор очень необычный сейчас сделаем ей очень пышный хвост такой и вот так вот по бокам чуть-чуть поменьше и так нарисуем глазик и клювик вот такая птичка прикольная получилась очень спасибо дальше нарисуем птичку очень самой необычной можно сказать формы это даже наверное самая необычная форма такая форма птичка если что-нибудь повернуть то получится запятая да похоже на кита дальше нарисуем клювик у нас вот тут и зрачок дальше нарисуем очень необычную расцветку три треугольника ножки дальше нарисуем еще одну круглую птичку такую форма ну у нее она чуть-чуть другая вот такое крылышко у нее хвостик вот такой чем-то напоминает три штучки в зе да тройную зле у у у у у тебя опять поднята ручка ты хотела что-то спросить да посмотрите как у меня получилось у у у ух ты очень прикольные птички у тебя получились очень прикольные красивые необычные птички у тебя получились молодец так давайте продолжать нарисуем сейчас птичку она тоже чем-то похожа на капельку на которая капает в бок это птички будут большие-большие ножки высокие длинные дальше поделим ее тело пополам знаете как ее надо будет называть птичку прикольное название и делаем расцветку то есть как чешуйка у рыбки цапля капля цапля капля прикольное очень название и хвостик хвостик у нас будет такой же расцветки дальше нарисуем еще одну на рыбу да похоже на рыбу дальше нарисуем еще одну рыбку рыбку птичку вот такой такой формы птичка очень часто именно вот такой формы изображают птичек дальше нарисуем дальше нарисуем ей клювик тоже поделим ее тело пополам только только вот так вот нарисуем крылышко и вот это крылышко так же заполним чешуйкой как у рыбки дальше нарисуем глазик можно какой-то еще добавить такой сверху сейчас нарисуем очень похожую форму нарисуем линию и от этой линии так вот как-то как буква КД и вот отсюда делаем такой хвостик тоже делим тело пополам делаем крылышко как у рыбки до этого это похоже на попугая да похоже глазик ротик клювик я тоже дорисовываю так хвостик смотрите а знаете что у меня получилось нет будто бы одна дочка мальчика и другая девочка и они дружат вот это мальчика и девочка ух ты очень прикольные красивые девочка у тебя получилась очень худая кстати а что такое что прости а что такое что такое как АДР я даже не знаю я даже не знаю давайте тогда продолжать нарисуем очень похожую форму на эту тоже рисуем вот так вот линию и вот так вот доводим то есть почти такая же форма а мы не видим мы видим ваше лицо мы не видим рисунок не видите нет ваше лицо мы не видим все видно Диана Диана все видно а Георг смотри справа мне видно рисунок тут два аккаунта просто мне тоже тоже делим тело ее пополам рисуем рисуем крылышко крылышко сейчас у нас будет без ничего такой пышный хвостик такой объемный и лапки глазик и клювик мне кажется рисую сейчас еще одну прикольную я пополучился очень странный у тебя прекрасная птичка только можешь еще раз показать секунду у тебя очень большой глазик и я бы сделала еще крылышко чуть-чуть поменьше, и хвост вот сюда чуть-чуть поуже. Я просто не могу стереть, я уже делаю ручкой рисую. Ничего страшного, еще раз чуть-чуть потренируешься, и все будет прекрасно. Хорошо. А если хочешь, можешь например, сделать очень необычную, необычную, зарисовать это все полностью черным, а потом белой ручкой или белой какой-то краской обвести эту же птичку, только как на черном, будет такое, как в рисунке, черное пятно, и сверху белая птичка. Можно тоже так сделать. Давайте продолжать. Нарисуем еще вот такую птичку, такую форму птички. Тут у нее сейчас будет хвостик, такой хвостик. После птичек еще что-то будем рисовать? Если успеем, то после птичек еще рисуем такие головы. Если нет, то сделаем как разминка в следующем уроке. Так вот, очень необычно у нее хвостик. На русалку. Да. клеток на рисунке. Дальше нарисуем еще одну рыбку. На птичку. Очень похоже на пеликана. Наверное, наверное, это она и есть. Такой клюек я рисую. Здесь я забыла. Рисую такую форму. Форма чем-то напоминает стул или сердечко. рисуем клюек. Мне кажется, это больше на тукана походит. Да. Реально на тукана с точь в точь. Да, больше на тукана похоже. А я даже крылышки срезала. Реально на тукана. Ух ты. А посмотрите у меня, я идиор. Ух ты, очень красивые птички у тебя получились. Спасибо. Можно я еще покажу? Это я старший брат покажу, сейчас покажу, за мной молодцы. У тебя тоже очень прекрасные птички. Спасибо. Дальше нарисуем птичку. Она у меня тоже с длинными ножками. Такую форму. Дальше рисуем такую полоску. И крылышко. Ножки. И нарисуем большой-большой хвостик. Глазик и клювик. Хвостик размером к саму птичку. Что-что? Простите. Хвостик размером как сама птичка. Да, хвостик. Да, большой хвостик. И ногами. Да. Можно показать, я Валерия Вахлышина. Конечно. Ух ты, у тебя очень прекрасные, оживленные, красивые птички. Просто замечательные птички. Молодец. Так. Дальше нарисуем еще одну птичку. Какая-то вот такая форма. вытянутая вытянутая капелька. У меня сразу клюв появился у птички. И дальше рисуем клювик. Вот такое отделение, можно сказать, для глаза. хвостик. И ножки. И крылышко. А можно смотреть, как у меня получилось? Ух ты, очень милые и красивые птички у тебя получаются. С каждым разом у тебя получается все лучше и лучше, красивее. Молодец. И нарисуем что-что? У меня уже тут места нет. Мы нарисуем последнюю птичку. Нарисуем вот такую птичку. Последнюю. И вот такой у нее хвостик треугольный, как у рыбок. Дальше нарисуем вот такую штучку. Это как рыбка. У меня рыба более похожа на рыбу. Это птичка. Да, у тебя очень она похожа на рыбку. И это я сделаю в полосочку. Клювик и две ножки. Как видите, у меня оставались некоторые промежутки между нашими птичками. То есть эти промежутки, и в этих промежутках я нарисую как перышки или даже не знаю, на что это больше похоже. На такая форма. Да. На колоски больше похоже. И на пшеницу. и на холосок. Да. Так как я нарисовала вот эти колоски и перышки, и у меня все равно оставалось паре местечек, я нарисую круги. Просто для поддержания нашего рисунка. Просто в разных хаотичных местах. Где у меня остается место. птички получились у нас. Сейчас дальше нарисую головы. Головы разных можно сказать девушек, девочек. И их мы тоже нарисуем без карандаша. Просто сразу фломастером. Сразу фломастером. И их очень легко рисовать. Просто давайте вступим к рисованию. Прошу я только украшения рисую. Давайте тогда еще подождем пару минут тех, кто все успеет рисовать. сразу фломастерами брать? Да, я сразу буду рисовать маркерами такие головы. Можно показать? Конечно. Да, можно показать. Секунду, давайте по очереди. Давайте секунду. сейчас ты немножко потрясаю эту ногу. Можно мне показать? птички, очень милые и красивые. Можно мне показать? Конечно. георг, Можем мне показать? сейчас секунду, все по очереди. у тебя тоже прекрасные птички, очень красивые. будет прикольные вырежешь. Именно это оставшееся место вырезать? Можешь вот тут дорисовать как раз головы, а потом разрезать их пополам. София, у тебя тоже очень прекрасные прекрасные птички. Можно я тоже покажу? Очень красивые и милые. Да, конечно, можно. Можно Лакира позволить? Давайте секунду сначала Тиана, потом Тиана, у тебя тоже очень прекрасная работа, очень милая, очень красивая, очень веселая и молодец. Тиана, у тебя очень классная работа, очень яркая, веселая. Я специально подбирала цвета, которые вот так смотрятся. Да, розовая работа, очень красивая. Во, я вот такие подбирала. Да, очень сочетаемые цвета. Еще очень хорошо сочетается фиолетовый, желтый, розовый, зеленый, фиолетовый, зеленый. Да, я сейчас еще сиреневый добавлю. Глубой и розовый вообще еще. И розовый шиолетовый. Ай, вот на танце и на танце и на танце цветными малки и не пастыми. Давайте по очереди. Я сейчас еще добавлю сиреневый. она сейчас в колодку мукове. Вот. Да, очень красиво у тебя получилось, очень ярко. А можно, пожалуйста, показать рисунок тех девушек, которые мы будем рисовать? Да, сейчас. Можно показать? Это Георг. Да, конечно. у тебя очень прекрасная работа, очень милая, очень веселая, и практикуйся больше рисований, будет еще лучше получаться на тебя и так сейчас очень прекрасно. Ленора, хотела что-то показать? Можно вопрос? вопрос? Я Дёрг. А мы будем цветными маркерами рисовать или нет? Нет, мы сейчас на сегодня такой день, когда мы рисуем дутлики только черно-белыми, но если вы хотите, вы потом можете дорисовать потом после урока после урока дорисовать цветными маркерами микрофон выключен. Слышно ли всех? Диана? Не, не слышно на диване. Я тоже микрофон не отключила. Простите, выпал, отключился Будьте добры, ребята, давайте вы будете говорить по очереди поднимая ручку. Диана не успевает за всеми. Можно вопрос? По очереди с ручкой. Нет, я Георг, я с ручкой. Мы будем рисовать голову только девочек либо ещё и мальчиков? Сейчас мы будем рисовать только голову девочек. софия, у тебя был вопрос? А можно показать девочек? Девочек? Да. можно? Секунду. Сейчас. У тебя выключена камера. Тех, которые девочек мы будем рисовать. А, ой, простите. Вот этих девочек мы будем сейчас рисовать. Простите, можно вопрос? Да, конечно. А подойдёт ли 106? Конечно. Я буду рисовать вот на таком. Вы можете рисовать квадратником. Так. Так, сегодня две Киры. Хотела что-то спросить, Киря. Это я как раз спрашивала. Ещё Андрей хотел что-то спросить или показать. Интересно, что у тебя птички с ума там кружочки очень похожи на пузырики. Очень интересно, что это похоже, что птички в воде. очень прикольное кушнение, да, у меня похоже, что такие необычные формы птичек, которые даже, может, в реальность не существуют. да, да, я думаю, да. Простите, а это вы из интернета взяли? Дяли. Что-что? Это из интернета, дяли? Именно вот этих птичек. Вот я взяла некоторых птичек. То есть случайно кого-то увидела пару птичек. Например, вот эту увидела, вот эту увидела. И вот эту увидела. А всех остальных я придумала вот так. Только парочку, например, вот эту и вот эту я увидела в интернете. Все остальное я придумала. София, ты хотела что-то спросить? Да, посмотрите, как они получились. Очень круги у тебя разноцветные получились, очень красивые, молодец. Лаида, ты хотела что-то спросить? А мы будем черным маркером рисовать или ручкой черной? Я рисую черной ручкой. Если тебе ее нет, ты можешь рисовать маркером черным. Просто контур будет чуть-чуть пошире. Спасибо. Знаете, как у меня получилось? Вот я, знаете, акулу взяла оттуда. Ух ты. Необычная акула. Знаете, откуда я это взяла? Нет, даже не представляю. Я это взяла. У меня есть татуировки такие. Акулы. Да, прикольно. Ты с них рисовал. Очень красиво. Молодец. Нет, я по памяти. По памяти? Ух ты. Очень, да. Я хочу вам куколу рисовать. А что, уже здесь идет? Да, давайте начинать. Рисовать. Анна, руку можно поднимать электронно. Так, мы придем к куколкам, к девочкам. Я буду рисовать на вот таком листе, но если его нет, ничего страшного. Вы можете нарисовать на листе поменьше, побольше, или даже на А4. Начнем. Мы нарисуем круг, но очень необычный круг тем, что он вот тут вот не заканчивается. Вот тут у нас будет шейка. Дальше нарисуем такие волосы. Полосы у нас, можно сказать, в полосочку. Можно на какой-нибудь куколке оставить специально личико, и мы ее сами разукрасим? Конечно. Да, сделаем такое задание. Оставим одно. Просто покажу, как нарисовать лицо. А лицо вы уже нарисуете сами. И вот так вот рисуем ей прическу. Очень необычно. Дальше нарисуем еще одно. У нее лицо уже овальное, и у нас... То есть лица у нас такие в бок будут идти. И рисуем здесь как обруч. Полосочку. Дальше делаем так. Раз, два, то волосы у нее. Очень необычные. Такие же волосы. Дальше нарисуем еще очень похожее лицо. Рисуем вот такую форму. Ей личико нарисовать. Ой, точно? Рисуем вот такие глазики. Такие глазки. И рисуем вот такую форму. Очень необычные формы. Похоже на картошку. Да. Мне кажется, на авокаде. И на авокаде. И вот так вот доделаем ей шляпку. И очень делаем мне необычные волосы. Такие волосы. Шляпки можно дорисовать спиточек. И нарисуем вот такие глазки. И ротик. А мы будем рисовать щечки? Нет, здесь щечки я не буду рисовать. Но если вы хотите, конечно, можете нарисовать. Дальше рисуем вот такую форму. А можно вопрос? Конечно. Почему у всех девочек глаза закрыты? Не у всех. Сейчас мы нарисуем девочку, у которой глаза открыты. Это хорошо. А то закрытыми будет крыше. Рисуем вот такую. И ей волосы. И вот так вот. Эти волосы. Это девочка-лепешка. Да, сильно у меня узкая получилась голова. Такая должна была быть чуть-чуть узкая получилась. А я лучше нарису, который не такую лепешечку, а другую. Дальше рисуем ротик, глазки. И вот такие кудряшки. Эти кудряшки мы вот так вот. Оп. И делаем линиями. Голова у меня здесь получилась сильно маленькая. Поэтому вы нарисуете побольше. А я думала, что так надо и нарисовала плоскую баллу. Ничего страшного. Как сидит уже. Минус рисовать только ручкой, что невозможно стереть потом. И рисуем такое лицо, шейку. И очень необычно сейчас будет. Конечно, не так, как с этой девочкой. Мы рисуем форму. И оп-оп. Дальше. И вот такие волосы. И глазки у него уже будут закрыты. А вопрос. Вот это что такое за... Вот такие штучки. А, это... Знаете, в рубашках есть такие штучки. На платьях. Как воротнички. Воротнички. Воротнички, вот, да. Просто здесь они нарисованы как-то... Ну, не как в реальность, а вот как по-милому, так можно так сказать. Это очень похоже на бантик. Да, похоже чем-то на бантик. И рисуем сейчас такую девочку. У нее такие волосы. Как кудряшки. Да, кудряшки. Ребят, до окончания осталось 15 минут. Готовятся следующие участники. Если вы сейчас соберетесь и не будете мешать Диане, то вы успеете нарисовать больше. И ротик. И сейчас предлагаю... Можно вопрос? Да. Если у нас останется время, то мы нарисуем еще мальчиков. Вы можете дома рисовать мальчиках, потому что я заранее не готовила. Если вы хотите, я на следующий урок могу их подготовить. Готовите? Да, чтобы тоже была отдельная картина с девочками и отдельная с мальчиками. Хорошо, на следующий урок я подготовлю. И акулу тоже. И акулу. Только акулу можно с ротиком. И с рогом. Как единорог. Очень необычный. Это называется Нарвал. Да, это больше Нарвал получится. Есть такое животное, похоже на единорога. Очень редкое. Это акулу. Это дельфин с рогом. Сейчас вот так вот нарисуем два лица. И предлагаю вам их самим придумать. Сейчас акулу мы на следующем уроке тоже нарисуем. Я постараюсь подготовить ее. Но только не одну акулу, а подводный мир. Там будут и осьминоги, и рыбки. И акула будет самым главным. А мы под ногами в мирах. Не забудем дельфина нарисовать? Хорошо, конечно. Не забуду. Можно я покажу? Секунду. Да, конечно, показывайте. Да, вот. Ух ты, какие девочки очень милые. Тоже закладки какие-либо. Да. До свидания. Быстренько их дорисую. Двух необычных девочек. Я их тоже придумала только что. До свидания. До свидания. До свидания. И сейчас, вот тут, вот, в пустых местах. Можно смотреть, как у меня получилось? Конечно. Вот первая работа. Угу. Вот листики. Секунду, сейчас. Да, очень красивые листики. И вот девочки. Вот эти я придумала сама. Ух ты, очень прикольные тоже девочки. А можно, можно я посмотрю? Можно будет посмотреть у меня? Я Георг. Да, да. Я тоже. Ух ты, тоже красивые девочки. Это работа старшего брата. Это я сам, ой нет, это я сам придумал. Вот эту девочку придумал сам. Да, да, вижу. Очень классный. Вот это мои работы с листиками. Да, очень тоже красивые. Ребята, у меня предложение. До свидания. Может быть, в конце урока, за пять минут, например, все поднимут свои рисунки и покажут, а сейчас мы еще порисуем. Диана предложила рисовать два лица. И, насколько я понимаю, вы их еще доделываете. Да, давайте сейчас быстренько это делаем, чтобы в конце у вас было время показать мне свои рисунки. В пустых местах я нарисую еще пару корон, какие-то принцессы. И могу дорисовать еще бантики. Бантики тоже очень легко рисуются. Посмотрите, как у меня получилось. Я додумала два лица. Очень необычные лица. Смотрите. У Леоксандра Никельевна. Тоже прекрасные работы. Вот эту, она середина, я сам придумал. И вот эту, и вот эту в середине. Да, прикольные тоже. Вот мои птицы. Тоже прекрасные птицы у тебя. Спасибо. Можно показать? Я Валерия Вахрушина. До свидания. Спасибо за класс. До свидания. Вот. Вот я нарисовала бантики и короны. Да, да. Спасибо за просмотр. Работа старшего брата, и сейчас будет работа моей младшей сестры. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо за урок. Это работа моей младшей сестры. Очень красивая работа у вас двоих. И вот, что у нас получилось. До свидания. Вот, что у нас получилось. Нет, стоп. А можете завтра тоже сделать такой день, там, где мы будем рисовать только черными ручками? Завтра? Ну, нет. На следующем занятии. На следующем занятии мы будем рисовать такие работы, в которых я постараюсь сделать черными ручками, но они будут чуть-чуть как грустными, потому что тут работы скомпонованы специально по черно-белый стилю. В следующий раз именно вот в мальчиках мы нарисуем черно-белый, но не все работы. Так, вот такие работы у нас получились за сегодняшний день, за наш урок. Спасибо, что пришли. До свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо за урок. До свидания. До свидания. До урока. До свидания.